Приветствую, друзья! Сейчас особо у меня времени нет. Просто коротко хочу сказать, что я был, возможно, даже первым, который осудил путинскую Россию, отмечающую день победы 9 мая. Это было видео на одном из моих каналов, которые YouTube удалил. Я уже точно не помню, то ли в 2010-м, самое позже, в 2011-м году. Я имею в виду публичное, посредством видео, осуждение. Данного мероприятия, то есть отмечание путинской России, вот этого дня победы. А так еще раньше, конечно. И где вы были все тогда, которые сейчас оппозиционеры, и российские, и сбежавшие из России оппозиционеры? В 2011-м году, самое позднее, когда я говорил, что Путин не имеет морального права отмечать этот день. Ибо в путинской России все достижения Советского Союза, Советской России были избращены, исковерканы, перечеркнуты, обнулены. Это и социализм, бесплатное все, достойные пенсии. Но для меня, как уроженца Республики Армении, Советской Республики, подчеркиваю, это совершенно дифференциально разные противоположные вещи. Советская Армения сегодняшняя, постсоветская, особенно теперешняя, мерзопакостная республика предпочиня подонки. И для меня вот это, я не знаю, как сейчас это сказать, чтобы не начать материться. Это массовое явление с участием этих подонков, российских, русских мусоров, которые на территории путинской России не просто вымогательством занимались в отношении лиц нашей человеческой национальности, в отличие от вашей церкви, ну как не ответить, бледно, блядь, бледнокожей, бледнозадой скоты бы. Ну и оскорбляли наши народы Кавказские, Закавказские, Средней Азии и так далее. Ничто не забыто Путину, никакой ты не товарищ. Честно говоря, некоторое время назад я думал, что в этой путинской России такие явления исчезли. И был удивлен, когда еще до карантина я смотрел эти видео, они есть на Ютьюбе, когда эти сраные, поганые московские мусора останавливали лиц выходцев из Средней Азии. В Москве скоты массово их ловили в Москве, чтобы отвезти их в мусорской участок, там, вымогательство и так далее, там, да еще оскорблять их и так далее. Короче, время мое исчерпано. Это очень, мягко говоря, бессовестно со стороны путинской России отмечать этот День Победы. Я забыл сказать, пардон, и Лукашенко тоже не имеет права отмечать, морального права отмечать этот праздник, поскольку и в советское время мы проезжали Минск с Еревана на автомобиле по всему Союзу. Внешне какой-то невзрачный советского образца города. Никто не смел мне, кто бы посмел мне абсолютно нигде, ни в Москве кто, нигде, посмел бы мне сказать такое, что сказала мне эта сука, эта уродка, работница, она же руководитель, как я понял, паспортного отдела, отдела регистрации. В Гомеле в 19-м году при Лукашенко, эта сука мне сказала в кабинете, эта сука сказала мне в кабинете, куда мы вошли с хозяйкой квартиры, которую я хотел снять. И вот такое правило в Лукашенкостане, что нужно регистрироваться. И эта сука в присутствии хозяйки сказала, зачем вы сюда приезжаете? Ай, скотина. А зачем белорусы приезжают, скотина в Ереван? Зачем Лукашенко столько белорусов сегодня приехали в Ереван? Отвечай. Ты, Лукашенко, не имеешь права морального отмечать 9 мая, как и твой коллега Путин.